Я думаю, что в первую очередь амнистия нужна как раз именно этим людям, потому что я считаю, что наше государство совершило огромные ошибки, держа в тюрьмах этих людей. У меня никакого нет положительного отношения к кустрюральному. Ноль. Они мне не интересны. Но то, что творится с этим, это просто безобразие. Человек, который шел по улице и плюнул, он должен быть оштрафован на сколько? На три недели тюрьмы, что ли, понимаете? И так далее, и так далее. И опять же, мне не хочется разбирать. Я считаю, что эти достаточно одиозные фигуры хотели как угодно прославиться. Они добились своего. А надо бы их вообще не вспоминать никогда. Вот мое, так сказать, мнение. Я считаю, что это элементарное мелкое хулиганство, которое должно быть наказано тысячей рублей, в крайнем случае грязной тряпкой по морде, от души или по заду. Этих девочек и тому, кто это все изобрел. Что у них ума не хватило. Вот и все, так сказать. И как можно меньше обращаться. Меня возмущает отношение в этой ситуации. Церкви, которая в первую очередь РПЦ себя очень неправильно повело в этой ситуации. Хотя как бы нанесенный урон был. Ну, я сейчас ушел в другие дебри, давайте вернемся. Поэтому мне кажется, что в первую очередь амнистировать нужно этих, так сказать, свои собственные ошибки. Это касается и Болотный. Как не натягивают, как они не тащат этих бедных ребят. Да, это точно такие же хулиганы. Может быть, чуть больше они разломали. Чуть меньше разломали. Они больше орали, меньше. Ведь закон толпы существует. Да, выловили там 8-12, сколько их там. Меньше 20 человек. Но это превратилось в судилище. И я в ужасе смотрю на 1937 год. У меня хорошая память. Меня тогда не было, но я помню. И мои родственники страдали от этого. И я не хочу. А мы возвращаемся к этому. Осталась еще тройка. Трибунал без следствия и расстрел. Давайте, уже осталось чуть-чуть. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в первую очередь выпускали их. И выпускали тех, кто экономические всякие нарушения попадал под амнистию. Потому что выпускать, так сказать, страшных зэков или людей, которые занимаются наркотиками, я категорически не хочу. И мне не надо это. А вот эти люди, которые, а, отсидев определенное время, могут понять, что это такое. А уж те, про кого я сегодня говорил, это вообще, так сказать, это нонсенс для меня. Я, так сказать, воспитанный, интеллигентный человек. Я считаю, что это просто безобразие. Стыдно мне смотреть на тех, кто это заварил. И вместо того, чтобы ткнуть и забыть, вот происходят такие вещи. И мы теперь второй год расхлебываем. И их не выпускают. И условно они не могут попасть на удобство. Но это вообще уже безобразие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.